дорогие любительницы вышивки в очередной раз с огромным удовольствием приветствую вас на праздничном новогоднем канале кристалл найт и у нас продолжаются новогодние приключения сегодня я хочу вам рассказать о второй своей вышивки к новому 2022 году на самом деле эту работу я планировала вышить единственную я очень долго искала подходящий сюжет и остановилась на эту работе вы ее видите на своих экранах это дизайн от мадам шантили французская мастерица которая создает схемы для вышивки в очень узнаваемом стиле если вы можете помнить свой хэллоуинский сюжет я тоже вышла от мадам шантили и мне очень понравилось работать с этим дизайнером поэтому я посмотрела какие новогодние сюжеты предлагает мадам шантили и увидела вот такого замечательного мишку решила я вышивать эту схему ничего здесь особо не меняя но потом у меня будто по щелчку пальцев возникла просто сумасшедшая идея я захотела украсить эту елочку каким-нибудь драгоценными украшениями ну так скажем да в нашем вышивальном мире это драгоценные украшения вот и потом я начала листать и листать еще новогодние сюжеты и поняла что я хочу заменить елочку саму тоже мне захотелось вышить елочку зелененькую захотелось вышить елочку пушистую не сосну а именно ель и я начала просматривать дизайн и меня очень захватили работы от dimensions там тоже очень много красивых пушистых ярких новогодних елочек от которых глаз невозможно оторвать но те которые мне нравились не подходили сюда по размеру ведь мне нужно было примерно одного роста чтобы был мишка и чтобы была елочка вот и я опять же обратилась к французскому вышивальному творчеству и нашла вот такую вот схему показываю вам превью это ну превью на схеме очень красивая нежная схема я могла бы ее вышить мальчик девочка такие милые нежные светлые голубые у них костюмы зимние и елочка очаровательная вот на эту елочку у меня и запал взгляд так скажем я решила брать эту елочку посмотрела сколько в ней длины и она практически полностью совпала с моим мишкой вот и я решила вышивать ее поэтому я вышивала медведя по электронной схеме а вот эту елку мне пришлось распечатывать в дальнейшем я вам покажу что это за адская схема на самом деле итак дорогие мои друзья я прошу вас оторваться от вышивки и обратить свое внимание на экран потому что сейчас я вам хочу рассказать весь путь и этот сложнейший выбор который мне предстоял по сразу по нескольким статьям то есть я вам уже сказала что у меня сколько выбора было сделано 2 то есть сюжета где этот мишка второй я выбирала елочку для этого сюжета уже 2 и впереди еще несколько сложнейших выборов среди множества вариантов и сейчас я вам расскажу подробнее о чем речь и так сначала естественно возник вопрос на какой основе мне вышивать поскольку у меня была электронная схема мишки схема называется вообще медведь и дерево ну думаю новогоднее дерево поэтому мне не составило труда поиграть с цветом основы в программе пм у меня в наличии имелось четыре отреза мурана и белфаста это был сиреневый цвет такой сливовый цвет темно-коричневый и бежевый и вот на ваших экранах сейчас будет появляться один за другим цвета моей основы и мне хотелось наглядно посмотреть как бы смотрелось эта вышивка на определенной основе итак первая основа сливового цвета на самом деле она очень красивая глубокого такого цвета лавандово сливового фиолетового ну я покупала ее под определенный дизайн здесь всего 30 на 30 сантиметров в двух моих кусочках вот и конечно я понимала что у меня будет опять все впритык если я выберу этот цвет ну и в общем как-то мне не срослось такого вау не случилось когда я увидела схему на вот этой основе тогда я посмотрела как бы выглядела моя вышивка на ткани сиреневого цвета мурана вот так она бы выглядела вот ну уже более так по моему новогодняя ну приятно светленько в общем ну как вы знаете в дальнейшем я этот кусочек использовал для своих оленей вы уже видели первую часть новогодних приключений в прошлом видео все ссылочки будут в описании милости прошу пойти посмотреть что же я там на вышивала и так вот так бы выглядела эта вышивка опять мне захотелось экспериментов и дальше я посмотрела как бы вышивка моя смотрелась на основе темно шоколадного цвета это был фастона имеет приличные размеры здесь не надо было бы мне ничего надставлять вот но по моему зеленая елка совсем потерялась на бы на этом фоне я не очень люблю сочетание коричневого и зеленого и ну короче тоже не срослось у меня с этой основой и тадам дорогие друзья я не придумал ничего лучше как оставить исходный цвет схемы и у меня как раз был отрез огромный отрез мурана и вот такого бежевого цвета и по моему здесь все сошлось и белый смотрится красиво и зеленый и красный такой новогодний цвет и ну в общем я решила не изобретать с колеса и не больше не экспериментировать а оставить основу которую нам и производителям примерно показывает как бы выглядела эта работа ну так вот я решила вышивать на основе четвертой по счету на основе мурана бежевого цвета как вы думаете правильно ли я сделала свой выбор и какая основа вам лично приглянулась бы больше в принципе они все заслуживают то внимание и если бы у меня не было выбора я бы с удовольствием вышел бы на любой из них далее дорогие мои поскольку вы видели что она что по схеме елочки она вышивается белым цветом а я хотела вышивать ее зеленым следующий мой сложнейший выбор на который я потратила огромное количество времени это подбор ниток это подбор цвета ниток к сожалению я не засняла этот процесс сделал только одну фотографию как это все выглядело то есть я сейчас вам покажу очень не помогла карта мулине дмс который я купила в группе мика из украины сделана она по моим размерам вообще по моим пожеланиям и здесь очень легко ну лучше чем в карте оригинальной карте дмс подобрать именно цвет елочки потому что здесь хвостики длинные и можно ну примерно в подключить воображение и понять как будет выглядеть вышивка на твоей основе посмотрите вот я прикладываю очень много всяких всяких цветов вот и в конце концов я выбрала определила какой цвет мулине дмс я хотела бы видеть в этой елочке я прикладывала и другие цвета в общем целое у меня тут сравнительное исследование было проведено но наконец я определилась и выбрала цвет 33 65 это очень красивый зеленый цвет он часто используется при вышивке новогодних елей вот и мне показал что не темный не светлый не яркий а такой как надо мне он очень мало по душе был но дорогие мои у меня не было его в наличии у меня его не было нигде и мне пришлось его один моточек заказывать в группе в группе я сейчас оставлю ссылку в описании на эту группу ну просто у меня там висел заказик и прямо перед самой отправкой я положу попросила положить мне еще один моточек вот такого цвета вот дорогие мои так и так такие у меня новогодние приключения продолжаются и следующий выбор который был ну самый сложный самый многозатратные самые творческие это выбор украшений для моей елки и так я принялась искать кристаллы сваровские потому что я хотела украсить мою прекрасную ель именно такими драгоценными камушками камушками вот я попала на сайт шелковая нить и подобрала там кристаллы которые мне очень понравились вот но некоторых из них не было в наличии и я подумала почему я все время зациклена на шелковой нити я там покупала да вот я стала смотреть другие варианты и наткнулась на потрясающий сайт который называется green bird недавно алена хилтонин рассказывала что она посещала шоу-рум этой фирмы в москве вот ну а я попала на их сайт и просто потерялась в обилии украшений и такой нереально сверкающей красоты и так сайт green bird мне посчастливилось попасть туда во время какой-то из черных пятниц и там действовала акция минус по моему 15 процентов на любые вот камни которые мне нужны были как раз и вот до конца акции оставалось там один день там 14 13 12 часов тикали там тикл таймер да вот и я понимала что за это время мне срочно нужно определиться а голова была забита просто до отказа я совершенно терялась в вариантах какие украшения мне подобрать для своей новой елочки вот но я делала фотошопе приблизительные эскизы как я как будут смотреться те или иные украшения я хотела взять капли сваровские и граненые круглые бусины диаметра 6 миллиметров вот и из этого ассортимента я выбирала я очень хотела чтобы моя елочка выглядела стильно красиво для этого я понимала что мне нужно выбирать хотя бы два цвета допустим золотой и красный голубой и серебристый вот или вообще все в одном цвете сделать но я такая сорока что я не могла пройти мимо и мне просто даже вот знаете физически было интересно любопытно как выглядят в реальности камушки вот первая моя елка вот так выглядела бы если бы я набрала все украшения разные вот то есть это полностью разные 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 камушки далее я начала смотреть как бы выглядела моя елка если бы я выбрала золотые и красные украшения вот золото здесь такое знаете матовая вот на этих бусинах далее хотела посмотреть зеленый с красным как бы смотрелись украшения просто красные и зеленые и зеленые с бесцветными такими бензинового отлива капельками короче я не могла никак выбрать определить ничего вот в итоге я подумала что новый год это буйство красок почему бы это вообще единственный праздник где можно все вон и мешать и пускай у меня будет не стильная елка но зато у меня будет все я хочу поддержать эти стеклянные драгоценности в руке я хочу посмотреть как выглядит в реальности цвет каждый из этих бусинок и поэтому я заказала 12 бусин разного цвета некоторые из них дублируют дублировались кстати по 2 вот заказала 3 заказала 3 из капли красного цвета гранатового в цвет шарфика до цвет шарфика мишки вот и одну аметистовую каплю я совершенно не представляла что я эту каплю использую для другого дизайна я хотела просто посмотреть как она выглядит и конечно прикрепить ее к этой елочке но как вы знаете все звезды сошлись у меня в прошлый раз и эта капля как нельзя лучше вписалась на украшение грудки моего белоснежного оленя на сиреневом фоне в прошлом видео я вам показывала и с удовольствием читала ваши комментарии что очень хорошо был подобран цвет и ну во всей вышивке и так определилась я наконец сам со всеми материалами и давайте сейчас посмотрим подготовку к моей вышивке итак первое основное это сама основа это мурана бежевого цвета размер у нее 40 на 50 этот размер позволяет вышить на нем не только мой сюжет мишка с елкой но и еще один маленький чудесный сюжет о котором речь пойдет следующем видео я вышивала его ровно на этом же отрезке мурана вот и далее показываю вам свой заказ от green bird как он мне пришел от компании сдек очень быстро все было прислано недорого вот еще с учетом того что я попала на акцию это было вообще ну очень правильное решение очень экономно и вот в таком пакетике приходит заказ я уже вытащила чек вот он и сейчас вот покажу полиграфию которые вкладывают green bird вот такие открытки совершенно не представляю куда их можно применить к какому празднику их можно кому-то подарить но вот факт остается фактом также мне очень понравилась вот такая вот закладка ну crystal night crystal bird со всеми кристаллами бриллиантами мне очень нравится очень понравилось очень я ее использую в своем блокноте вот где у меня есть очень важная страница вот ну и самое самое основное самое самое вкусненькое это конечно кристаллики для начала покажу вам подарок вот такая вот какая-то автомобильная фара пришла мне не знаю куда ее применить ну и вот собственно совсем маленький маленький пакетик со всеми моими богатствами это кристаллы аналог сваровский от компании кристалл бёрд вот такое вот прекрасное зрелище здесь у меня и красные розовые аметистовые зеленые синие камушки окрашенные очень они красиво и смотрятся просто великолепно а какие замечательные капли ну да показываю вам уже без аметистовые капли потому что она у меня уже пришита на моего на моих чудесных сказочных зимних новогодних оленей вот ну полюбуемся как играет свет я пыталась поймать все блики все искорки этих не побоюсь этого слова ювелирных изяществ так скажем ну не могу я как сорок мне все надо и даже держать в руках это непреодолимое удовольствие наконец-то купил для себя мононить мононить гамму буду пришивать украшение именно ею впервые я буду покупать не знаю почему раньше не брала всего 35 рублей стоит зато не видно будет никаких дополнительных ниток вот как обещала показываю вам схему эту чудесную схему в которой черт ногу сломит причем не нужно было избегать вот этих игрушек да то есть самостоятельно рисовать какие-то ветки это было очень сложно но вообще на мурана где ничего не разлиновано вот так такие такая елка очень сложно вышивалась вот посмотрите вот такая вот схема и так для вышивки мне нужны всего четыре цвета вот так разрисовал мой органайзер мой сын вот у него кругом ездит машины автобусы ну а нитки у меня вот такие белые коричневые зеленые и рождественской красные очень такая новогодняя палитра очень красивые ниточки вот ну собственно я также купила звезду в магазине стундучок у нас саратове это пуговица очень красивая выбрала я красного цвета пуговицу и она по размеру тоже идеально мне подходит чтобы пришить его в руку своего медведя и он будет вешать эту и звезду на мою елочку то есть я не буду вышивать также звезду которая идет по схеме а пришью уже готовую блестящую звездочку это тоже часть моего стратегического плана так скажем вот хочу чтобы было как ну много пришивных элементов ну вот полюбуемся еще на сверкание моих драгоценностей я могу смотреть на них вечно и слушать как они перестукиваются это очень приятный звук смр это просто наслаждение вот такая вот красотища работать с этими материалами просто очень очень приятно и я предвкушала предвкушала начало работы и наконец когда все было готово я закрепила основу на я закрепила основу на станочек и принялась вышивать вот это неизгладимые были впечатления я начала вышивать с мишки и медведь у меня вышивался ровно один день это было очень тягомотно это опять же у меня то колени вышило белым цветом и тут еще медведь такой большой и толстый вышивался вот ну конечно я подустала вышивать постоянно белым цветом ну ничего справилась я и потом я уже поняла когда уже вышла эту работу что я ошиблась в мордочке медведя она должна была быть немножко больше немножко шире я в трех рядах пропустила по паре где-то крестиков вот ну я этого не заметила вообще при вышивке и сейчас тоже это как бы ну морда белого медведя ничего здесь такого нет вот как вы можете видеть рука да у него левая поднята вверх именно туда я размещу звезду вот посмотрите какой прекрасный шарфик как он украшает эту вышивку как он изумительно смотрится на белом фоне и вообще этой основе вот вместо крестиков я вышила французские узелки совершенно забыла как они делаются пересматривала видео на youtube и даже не с первого раза накрутила первый узелок но ничего потом у меня получилось и по моему французский узелок здесь более гармонично смотрится нежели крестик белый вот очень понравились такие они объемные очень красивые фактурные вот также моя вышивка украшена вот такими звездочками по схеме по моему одна предусмотрена но я украсила вышивку тремя совершенно уже не охота было их вышивать но я понимала что для украшения картины это нужно и что эти звездочки только пойдут на пользу и принесут более много уюта и вообще зимнего такого настроения ну и конечно сама елка посмотрите вот вышивала я ее с трудом вышивала я его ее два дня вот тоже очень мне тяжело дались эти ветки вот и конечно много было здесь замен потому что игрушки которые предполагаются по схеме закрывали часть схем схемы именно веток пришлось что-то додумывать вот ну я устала на самом деле ее вышивать но я знала что впереди все самое интересное и вот наконец когда эта елка была завершена когда был вышит в узелок когда были вышиты снежинки я приступила к украшательству этой схемы и сейчас я вам покажу как же на самом деле сейчас выглядит моя вот эта прекрасная вышивка от французских дизайнеров с учетом моей выдумки тадам ну вот собственно вот так вот и выглядит моя работа я не стала вышивать нижний снежок украсил немножечко низ елочки белым цветом вот и далее я сразу пришила свою пуговицу звезду вот по моему очень гармонично смотрится как будто мишка держит ее за краешек прям очень так аккуратно деликатно он ее своей лапой большая лапа но очень деликатно держит такую хрупкую звездочку посмотрите как вписался сюда ее размер по моему он просто идеально звездочка излучает такой знаете деликатный такой приглушенный блеск вот мне очень понравилось были такие звездочки еще серебристые и золотистые но мне они были вообще не в тему поэтому красная звезда она оставалась там одна эта пуговичка и я ее с удовольствием сразу купила ну и самое самое основное внимание это моим пришивным элементом вот этим кристаллом сваровским будем их так называть они такие знаете тяжеленькие такие ой каждый из них это просто что-то это кладезь огромного такого сияния переливания еще каждый из них отдает красивую тень они прозрачные и очень красиво конечно они играют на свету расположила я их в произвольно но точно знала что пара капель у меня будет висеть на кончиках веток и одна капля красная будет в середине вышивки чтобы ну в середине вот этих еловых веток чтобы и разбавить зеленый ну и думаю что такие вот вещи классно смотрятся на кончиках веток как бы капли прям свисает с кончиков ветки вот очень красиво расположила я как сказал произвольно вот и сначала вот зеленую бусину я пришила внизу в зеленый зеленых иглах так скажем вот но она там совершенно потерялась и мне пришлось поменять ее и повесить на одну из верхних веточек а вниз пришить какую-то золотистую бусину вот я считаю что я сделал нормальный выбор правильный моя елка разноцветная но все-таки в какой-то примерно примерно такой одинаковый гамме она выполнена здесь есть красные цвета которые пересекаются у нас шарфом и со звездой конечно здесь есть зеленые 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 ну одна зеленая бусина вот остальные бусинки у меня разного оттенка золотистого вот и мне кажется что все здесь очень гармонично и красиво получилось вот смотреть это вживую это просто отдельный вид удовольствие это во-первых все сияет сверкает это все переливается и видно что это все пришивное это все настолько объемное если смотреть под углом это все так красиво смотрится после вышивки драгоценностей на своей русалке атлантиды я очень полюбила кристаллы сваровски я готова ими усыпать все что угодно и вот новогодняя вышивка это просто полет такой простор для фантазии что короче я полностью оторвалась на пришивание вот этих вот страз вот этих вот кристаллов даже один момент показалось надо было еще больше брать вот ну ничего по моему в самый раз уже да ну еще бы на пару веточек возможно я бы посадила такие вот прекрасные бусины вот ну и так все смотрится ну глаз не оторвать просто глаз не оторвать дорогие мои друзья я вам просто говорю что камера ну ну 10 процентов вам передает от всего этого нестерпимого блеска я уже старалась и так и так и под разными углами на разном фоне на и ближе к источнику света и дальше и ну как только я не ловила вот эти блики этот этот нестерпимый блеск все равно мне не получилось передать для вас мне очень хотелось чтобы вы тоже порадовались и посмотрели какая же это красота а как это приятно на ощупь это невыносимо я очень рада что я выбрала этот сюжет что я все сделала все свои выборы я привела к правильному результату что все я сделала правильно все что и как я хотела я получил новогоднее настроение это я давно хотела вышить елочку вот и никак у меня не доходили руки это первая моя елка и действительно не знаю может быть следующем году я еще сделаю какие-то новогодние сюжеты ну не знаю ну на самом деле в этом году я оторвалась по полной у меня будет четыре вышивки как я уже говорила вот и это вторая из них вот буду оформлять эту работу в белый багет без стекла все свои новогодние работы я буду оформлять без стекла потому что они будут находиться ну максимум месяц полмесяца до полмесяца после нового года ну на своих законных местах в доме вот а потом они будут благополучно сложены в какой-нибудь вакуумный пакет и отправлены на полки для ожидания следующего чудесного нового года когда они снова будут извлечены на свет снова будут подарены и вспомнены эти прекрасные эмоции и будто украшена мой дом вот но пока новый год еще не наступил мы продолжаем создавать новогоднее настроение новогодний уют и новогодняя вышивка это то что доктор прописал правда вот такая вот работа получилась у меня по итогам моих новогодних приключений номер два я очень бы хотела чтобы вы написали ваше мнение о моей вот этой вот елки не переборщила ли я с этими игрушками или наоборот может быть еще чем-то украсить на самом деле да друзья я забыла я хотела сюда пришить еще кое-какие элементы но сожалению к новому году я не успеваю я заказала на алиэкспресс такие штуки ой когда они ко мне приедут я обязательно вам покажу как бы я хотела еще довести эту идею до вообще совершенства или возможно уже реализовать ее на новой елочке в следующем году а почему бы и нет но я обязательно вам покажу что я имела ввиду что я хотела сделать ну полюбуемся еще раз на мою вот эту новогоднюю красоту на сияние огней вот и буду заканчивать это видео а всего вам доброго встретимся на новогодних приключениях номер три и 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